Это утро в Петербурге, скоро Новый год, и кто-то уже достал с антресоли искусственную ёлку и нарядил её искусственными игрушками, а кто-то ждёт открытия ёлочных базаров. Но ведь есть ещё один вариант. Взять, например, хвойные ветки и декорировать их натуральными рукотворными украшениями. Вот как это сделать? Как сделать новогодний рождественский еловый венок, чтобы он не только красиво смотрелся, но и наполнял комнату прекрасным ароматом? Мы узнаем у нашей гости. Мы рады приветствовать в нашей студии прекрасного флориста Милу Шуман. Милая, доброе-доброе утро. Мила, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Насколько я знаю, простите, еловые ветки, еловые лапы, они бывают и искусственными. Вот можно ли им каким-то образом придать аромат, но не пользоваться же вот этими картонными ёлочками, которые в машине... Ну, может быть, попрыскать, но вообще я всегда предпочитаю живое. Живое – это всегда приятно. Ну, есть всякие ароматизаторы, но мы с вами будем использовать сейчас живые материалы. Как видите, здесь пабли. Я чувствую их аромат, между прочим. Да, уже чувствуете, да? Здесь у нас два варианта. Один вину классический, вот уже готовый, который можно как и подвесить, так и положить на стол. Я думаю, чувствуете аромат, живые ветки – это совсем другое дело. Классика, потому что здесь все природные материалы – классический красный, зелёный цвет, плоды земли. Имеется в виду здесь у нас лайм, апельсин, ягер. Да, мы видим тут палочки корицы и так далее. Да, и всё такое естественное и натуральное. Так, ну что, приступаем к сотворению. Мы будем делать вот именно на такой, да. Значит, как основа бывает разная. Я вот принесла показать разные размеры. Конечно, предпочтительнее натуральное. Это могут быть ветки. А чаще всего классика – это солома. Всегда делали из соломы. Если мы делаем такое вино, как здесь, чтобы класть на стол, желательно, чтобы была плоская часть. Начинаем мы с того, что закрепляем веточки. Вот уже готовая основа. И к ней мы прикрепляем бечёвку. Такой каркас можно где-то приобрести. Да, сейчас это совершенно свободно в интернет-магазинах и в цветочных магазинах, и вообще там, где продаётся новогодний декор, заготовки уже есть. Ну, а кто-то может сам сделать. Смотрите, и вот я закрепила мою бечёвочку. И теперь беру веточки небольшие, в данном случае это не ёлка, а пихта, и кладу их по направлению часовой стрелки, потому что все венки – это обрядовая история. И они символизируют вращение солнца по небосклону. Поэтому, конечно же, времена года и так далее. Поэтому, когда мы будем их укладывать, желательно, что мы идём как бы наоборот, ну, чтобы веточки направлялись по часовой стрелке. Видите, достаточно просто закрепляется при помощи бечёвки. Ну, в общем-то, как вот обычный венок, как венок в цвету. Это классический. Да, то же самое. В данном случае здесь мы можем использовать не только пихту, можем использовать туя. Вот видите, здесь у нас туя. Можно даже ветки оливы, как в более современном венке. А можно посмотреть вот этот веночек, пока вы пресёте? Да, конечно. И вот здесь как раз основа – это ветки, а не солома. Ветки девичьего винограда, который в Петербурге у нас растёт. Поэтому, я думаю, те, у кого есть дача, делают подрезку. И не выбрасывайте ветки, можно сплести основу для будущих венков. Ой, а я смотрю, какие цветочки ещё. Да, на самом деле. Очень ароматные. Новый год мы привыкли, что в основном шишки, хвоя. Но в Руси, на Руси в старину часто использовали много выгоночных цветов. Потому что, опять же, это победа жизни над смертью, возвращение Нового года. И поэтому часто использовались именно живые цветы. Ну и сейчас мы используем пуанцетти и прочие растения. И вот смотрите, вот такая история. Буквально несколько минут, и у нас уже готова часть венка. Так. Чем мы его ещё можем украсить? Вот я уже, извините, тут привела некоторую инициативу. Например, вот такие вот апельсишки. Я могу сам эти апельсишки засушить? Засушить, конечно, можно. Они готовы и продаются. Но можно просто нарезать тонкими дольками апельсин и просушить в сухом месте, либо в духовке на невысоком температуре. Иначе они сгорят. То есть даже если нет специальной сушилки, их можно... А долго они хранятся на венке? Сколько угодно, если он не циреет. То есть может быть несколько лет даже. Но потом потеряется аромат. Поэтому год-два, но потом, я думаю, захочется заменить. А вот эта корица, я думаю, все её знают. Да, да, да. А её как раз продают и для Гринтвейна, и отдельно можно купить. И вот здесь, обратите внимание, корица закреплена при помощи проволочки. И вот здесь мы добавили аромат и красоту именно корицы. А как закрепляются, например, апельсины на венке? Апельсины лучше всего крепить пистолетом или клеем, потому что они хрупкие. Если их как-то прикручивать, они рассыпаются. А мы можем это сделать прямо сейчас или у нас нет такого пистолета? Ну, пистолета у нас здесь, к сожалению, в студии нет. Тогда бы мы с удовольствием закрепили, если бы у нас был здесь пистолет. И привязать не можем сейчас, да? Ну, сейчас можно привязать только лишь корицу, например, да, вот добавить сюда. Но она не будет так прочно, хотя, посмотрите, очень симпатично выглядит. Очень неплохо. То есть можно и приматывать. Или, например, ягоды. Так. Это может быть илекс, то, что на Рождество чаще всего используется на Новый год. Ну, и любые красные ягоды. А вы что скажете по поводу красных перчиков чили? Они ведь тоже красиво смотрятся на зелёном поне. Нет, если немножко такой экстравагантный венок, а как мы видим, венок не обязательно классический, симметричный. Он может быть и симметричный, с цветами, с различными шариками новогодними, если вы больше любите такой искусственный декор. Но всё-таки интереснее. Чтобы они были не похожи на покупные, вот те, что продаются в любом супермаркете, использовать естественно натуральные. Именно ручная работа показывает ценность этого венка. Ну, и на самом деле это достаточно дорогая история по сравнению с тем, что сделано на конвейере из пластиковых веток и из пластиковых шариков. Поэтому уникальная работа, я думаю, всегда интересна. Да, да. И надо сказать, что вот то, что вы сейчас создали на наших глазах, буквально меньше, мне кажется, чем за минуту, это, в общем-то, уже вполне себе может использоваться. Часть венка, да? Ну, если красивая основа. Это может использоваться, да, это может использоваться уже как самостоятельное украшение, потому что, на самом деле, вот эта вот неоформленная часть выглядит весьма самобытно, так же, как и бечёвка. И я, кстати, хочу обратить внимание, что вот в этой ёмкости с атрибутикой, которую мы тоже используем в оформлении венка, есть также каштаны. Анис. Анис, да, вот. Запах очень сильный. Или бадьян, а не звёздчатый или бадьян. Да, 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 но можно, я думаю, что... Вообще любые украшения, шишкин, например, сосновый, еовый, вообще всё, что существует и даёт нам природа, можно использовать в этом венке. Да, будем дерзать. Будем дерзать и экспериментировать, Мил, спасибо вам большое за эту красоту, за это рождественское предновогоднее настроение в нашей студии этим утром.